всем привет сегодня поговорим о сборочке mx17 значит сборочка такая получилась хорошая скачал ее от июльской версии ставил позже покажу где это дело делается значит в двух словах сборка основана на дебяновских пакетах на девятых стреч и значит те кто делал эту сборку значит ребята очень постарались и сделали так чтобы большинство программ на нее ставилось и поверьте ставится программа на эту сборочку очень и очень даже хорошо отличительной особенностью mx17 является то что она имеет свою собственную программу для создания из образов на текущего состояния операционной системы вот она то есть system bug здесь не нужен вот заводится пароль никак не обойти противоречия меньше двух символов не принимает поэтому вот я чувствую единички заведу значит вот все выглядит скажем так очень так это простенько программа предлагает куда сохранить образ в какую папку вы хотите в отличие от там шрифта которая просто в директорию лупит без разбора и все а здесь вы можете на любом разделе жесткого диска создать свою папочку и в нее складывать спокойненько эти копии то есть не обязательно на самому данном разделе на котором вы находитесь или на домашнем разделе а вообще на другом разделе жесткого диска или даже на внешнем жестком диске без проблем название можете подредактировать вот я допустим убираю словечко снапшот и допустим пишу там например м x 17 черточка джилай то есть сборка июльскую я качал насколько мне помнится вот и дальше значит идете она предлагает вам значит два варианта первый сохранение учетных записей и так далее значит ну тут вот будьте хитрыми когда вы ставите все никуда не вводите свои пароли не skype там мне не мегасинк не в дропбокс там никуда то что требует онлайн паролей а вы делаете сборку для людей эти пароли не заводите тогда значит можете вот оставить эту графу галочку здесь не отмечаете здесь ничего но тогда у вас останется великолепный значок установки системы то есть записав на флешку вот эту сборку там для своих друзей и знакомых а все дальше пожалуйста можете им прямо с флешки устанавливать эту значит операционную систему вот и все измените только там клавиатуру там добавить там уберете и там видно будет вам что там дальше делать вот разберетесь по ходу дела то есть вот значок установки уже выведен вот значок создания изообраза ну по типу систем бака скажем так но делает образа он еще более сжатыми и у меня сборка значит я качал было значит 1 на 1 гигабайта а со всеми моими прибамбахами вот посмотрите сколько у меня их здесь например только воде видео вот и программа для записи с экрана есть и player и редактор видеороликов там аудасити там есть программа конвертации видеороликов видеоформатов есть много чего графика хорошо представлена но игры я особенно в них не играю так то что автоматом тут было поставлено интернет ну посмотрите два хранилища коробочка и мегасинк запускайте вставляйте свои пароли и как говорится пользуйтесь на здоровье все уже здесь за вас для вас приготовлено два браузера google chrome и firefox skype программа для качки торрентов и для скачивания файлов больших размеров и ватсап ватсап и skype ну скажем так значит вполне такие убедительные программы для общения но еще там когда будете скачивать там еще наверно будет стоять я воткну сюда еще и тем вьювер офис но обновлен по самое не могу можно будет посмотреть сейчас вот какая версия офиса тут так справочка программе ну вот 6 0 11 вполне свеженький хороший офис красочный красивый мне он очень нравится мне серые варианты офиса не нравились какие-то блеклые были а это такой разноцветный приятно глазу вот таким вот образом значит все самое необходимое есть даже по моему я сюда в окно еще и qt5fs архиве сейчас уже врать не буду но по моему там он у меня уже вот в окончательном изообразе который я делал он уже стоит значит поставил я сюда значит клавиатуру значит экранную анборд вот она вот открыли вот свернули все как говорится ясно просто и понятно очень удобная штука вот допустим я нахожусь на кресле и мне лениво скажем так идти там к столу там на клавиатуре там работать вот а тут вон экран на экраны клавиатуры там я набираю свои короткие пароли да и рассказываю там что как делать ну скажем так мне это удобно если вам не нравится ну просто напросто сказать не пользуйтесь или уберите ее да и все программа значит удаляется здесь в основном не как в минте тут нет такого что вот допустим на программу нажал правой кнопкой мышки и удалить видите этого нет поэтому если вам какую-то программу надо удалить то вот придется пройти вот синаптик значит и уже в синаптике значит выбрать эту программу и ее корректно удалить значит ну вот таким вот образом сейчас покажу как ну вот практически там любую программу ну давайте посмотрим как уйдут вот что там такое у нас кроме хромиум бсу хромиум бсу ну давайте напишем хромиум ну вот бсу вот правой кнопкой отметить для полного удаления затем нажимаете применить и программа у вас будет удалена вот таким вот образом чувствуете что что то какая то там грязь осталось вот два пылесоса стенсер и ubuntu cleaner нажали отметили все самое необходимое нажали кнопочку clean и как говорится будет вам счастье вот появилось сообщение здорово ваша система чистая вы можете второй раз шлифануть стейсером значит что еще хорошо есть вот посмотрите есть вот такая вот полезняшка наиболее часто установленные программы и вот сразу разделение там аудио видео и так далее но вот у меня из аудио аудасити стоит мне в принципе ничего не надо если вам нравится выберите отсюда броузер можете выбрать любое я поставил google chrome вот он видите тут уже сереньким цветом то есть уже установлен вот firefox и google chrome установлены остальные возможности ставить и хроме он там и оперу там и что вам нравится и вивальди никому какая разница какой вам броузер нравится вот закачки ну тут вот предлагаются такие закачки но у меня хватает трансмиссион для торрентов и угета для файлов больших размеров по сети по языку если есть хотя бы малейшая тень сомнений что не хватает каких-то там русских русских пакетов вот надо пробежаться сюда у меня не все до одного выбраны кроме сандерберда но сандерберда я его и удалил я не пользуюсь этой почтовой программой вот а вот и и вон видите русские пакеты все обесцвечены вот сандерберт я не ставил он мне не нужен сандерберт удален вот то есть вот с этим вот инструментиком я вам рекомендую основательно ознакомиться вот через него уже опять-таки можно выйти на снимок системы вот ну короче такая полезная такая закладочка полезный значок на вашем как говорится планке вот все нормально оптимально работает работает что еще могу сказать значит обновление обновление производится опять-таки показываю здесь нет менеджера обновления видите а вот оно можно и так сразу выход идет на синаптик здесь нажимаете на обновить и он тут же проверяет нужно что-нибудь вам там обновиться или не нужно то есть вот здесь это устроено таким образом дебеновские пакеты сами по себе они очень надежные ценятся линуксоидами очень и очень потому что они всегда выбирают пакеты уже которые проверенные которые работают и которые долго будут работать они не гонятся за модой вот отмечаете для установки если эта кнопочка не обесцвечена нажимаете на нее и у вас все необходимые обновления значит устанавливаются вот таким вот образом в настройках значит можно еще полезь значит посмотреть вот репозитарии там поглядеть что у вас там пишет что изменен список там обновить да можем нажать обновить пускай вот какая нам как говорится разница ну вот посмотрели обновление сделано значит все значит язык пожалуйста значит значки уже сидят мегасинка и дропбокса вот вот значит что значит еще тут значок погоды вот сюда я вывел он мне что-то не хотел вставиться я значит поставил вот такой а тут сейчас и этот значит а нет вот получил сводку погоды значит показывает ее что убирается просто вот закрыть а тут можете и фон менять и текст и окно и там кучу всего делать значок выведен вот сюда или же можно пойти добавить аплет пойти вот сюда нажать на погоду добавить на панель ну вот у меня пишут что что-то моему не понравилось ошибка какая-то вот ну поэтому я вот этот значок сюда поставил но у вас будет стоять скорее всего другой там я несколько вид изменял изообразы что еще любопытненького значит ну специальные возможности вот я говорил про экранную клавиатуру значит программы стандартные ну самые любимые cherry tree иконки менеджер калькулятор но он мне вот тут на планке выведен для удобства значит ну сам значок планка варите тут все как говорится нормально самые ходовые программы я их просто вывел на планк вот и все административные программы здесь вот можно настроить меню загрузки групп кастомайзера ну конки еще свои предлагают но мне конок из своих достаточно ну опять таки идет значит midnight commander кто любит им работать пожалуйста по типу нортона commander по типу похоже очень значит менеджер есть репозитариев отдельный опять таки и тут вот указан там репозитарии значит которыми значит там пользуется выбирать выбирать который к вам ближе поползите по закладочкам посмотрите разберетесь думаю значит ну что еще значит здесь у нас еще имеется ну установщик пакетов можно у меня на планке в отдельный значок его выведен стейсер выведен бунт так виртуальная коробочка ну что ну виртуальную коробочку можно допустим запустить и здесь вот ее закрепить все пожалуйста она у вас уже сидит здесь там взяли подогнали ее к программе которая создаются образы вот сюда образ создали и тут же взяли его и проверили то есть я так вот по такому принципу свои значки выставляю на панели не без разбора а по определенному порядку который просто практикой лично моей выявился у вас это будет другой порядок да ради бога наводите значит ну что и последняя графа зайдем в параметры еще давайте вот сюда здесь тоже всего хватается Adobe Flash Player есть MX инструменты у меня на панели выведены настройки там времени там аплеты там и так далее поползайте посмотрите вот сетевой экран можете там поднастроить вот очень такая гибкая и развитая система настроек очень это самое ну я вообще Linux Mint рабочий стол ценамон я вообще его так сказать люблю он мне по своему функционалу очень нравится заметьте я говорю что он не нравится не говорю что он самый лучший поэтому у кого какой рабочий стол нравится так сказать личное дело каждого вот мне нравится ценамон кому-то нравится кеды кому-то нравится X-Face но без разницы смотрите делайте все под себя значит данной сборке два рабочих стола рабочий стол значит ценамон и рабочий стол X-Face ну я настроил под себя все сделал ценамон но если вам нужно вот всегда меню вот вышли из сеанса завершить сеанс там значит когда перезагрузка произойдет вот сверху там нажмете на такие там три или четыре гернатальной линейки и там вы видите или ценамон или X-Face выберите рабочий стол на котором хотите работать и как говорится на нем себе и работайте ну здесь значит рабочие столы у меня по умолчанию значит уже всегда здесь поставлены количеством четыре но мне это за глаза хватает порой даже и двух хватает то есть вот такая вот шустренькая хорошенькая сборочка получилась значит ну что всеми самыми необходимыми качествами нормальной операционной системы MX-17 обладает значит одна программа делает изообразы текущего состояния операционной системы Qt5 fs-архивер поставлен таймшит установлен я уж тут не выводил значки таймшита но практически есть у меня это в сборке и таймшит и Qt5 fs-архивер программы для создания бокапов для защиты вашей операционной системы все есть и программа которая делает изообразы тоже есть на флешку можно записать всегда из флешки работать где угодно из флешки восстановиться в любое время тоже можно вот и все значит я желаю вам познакомиться с этой сборочкой поподробнее поползать по ней поюзать ее вот думаю что получите много приятного во времени во время провождения так что я желаю вам всего самого доброго и до новых встреч до новых встреч